Открывайте свое дело и мы вам поможем. В городском комитете поддержки предпринимательства сегодня впервые в истории прошел день открытых дверей. Начинающих бизнесменов пригласили поговорить и рассказать о проблемах, чтобы вместе найти пути их решения. Такого ажиотажа в комитете не ожидали. Такого в Новосибирске еще не было. Комитет поддержки предпринимательства устроил день открытых дверей. Всех желающих пригласили на встречу без галстуков. Посетителей набралось больше, чем рассчитывали. И аудитория, и коридоры заполнили начинающие бизнесмены. Это больше похоже на летящий самолет, который нужно ремонтировать, по ходу дела настраивать. То есть ты погружаешься в вазы кадрового дела производства, бухгалтерии. Параллельно это все пытаешься соптимизировать, понять, какая система правильна. Бизнесу Александра едва ли исполнилось полгода. Сюда он пришел за советами. В городском центре развития предпринимательства всем желающим помогают написать бизнес-план, выбрать форму налогообложения, да и вообще понять, выживет ли проект. Многие предприниматели, к сожалению, не знают о том, что можно прийти куда-то, получить поддержку. Не обязательно финансовую, но информационную. Многие не знают, что можно прийти и зарегистрироваться, что могут помочь именно бесплатно получить документы. Сегодня в Комитете поддержки предпринимательства говорят о наболевших вопросах и ищут пути решения. Чиновники поясняют, изменить, например, федеральные законы – дело нелегкое, но, допустим, подкорректировать областные постановления уже проще. Как раз сейчас здесь работают над очередной бюрократической проволочкой. Каждый субъект, каждый месяц в свой центр занятости районный должен подавать, извините, бумажку, в которой написано, вакансии есть или вакансии нет. 97 тысяч субъектов, 10 центров занятости в городе Новосибирске. На каждый приходится примерно 10 тысяч в месяц. 20 рабочих дней, 500 бумажек в день. Вместе с молодыми предпринимателями в обсуждении участвуют и старожилы. Руслан Копцев в бизнесе 17 лет. Сейчас руководит несколькими предприятиями в сфере сельского хозяйства, строительства и производства. Он уверен, даже экономический кризис в стране настоящим бизнесменам только на руку. Здесь вопрос в другом. То есть вопрос ли, готовы люди взять ли эти формы поддержки и насколько у людей силен этот предпринимательский дух, чтобы воспользоваться формами поддержки, своими идеями. Потому что, как бы ни складывалась экономическая ситуация, любой предприниматель силен именно в том, что в сложные минуты, в сложное время он может найти точки роста. Юлия Федосеева, Алексей Погодин. Новости ОТС.